Машина подъезжает, осуществляется контрольное взвешивание. Мусоросортировочные станции в поселке Левченко работают уже 14 лет. Здесь ежедневно принимают половину отходов Казани и сортируют 500 тонн мусора. Как работает предприятие, сегодня показали делегации и законодатели перевозских регионов. 10% отходов отправляется на вторичную переработку. Это достаточно высокий показатель. Это очень впечатляет, потому что по нормам до 5%, если достижение до 10%, это очень высокий процент. Это правильное обращение с твердыми коммунальными отходами, вот эта сортировка. Мы видим, как этот процесс весь происходит. Сегодня не зря мы собрались здесь, потому что мы увидели производство, которое сформировано было, организовано в 2008 году. Он утилизируется и по 20 именно составляющим, начиная от пластика, стекла. Опыт очень нужный. Уже в Казанской ратуши законодатели предметно высказали свои предложения по реформе мусорной реформы. Далеко ли мы ушли по реализации этого закона? Ну так, самокритично давайте друг на друга скажем. Нет. Продолжаем с этими отходами работать по старинке. Не знаю, как у вас, но я думаю, тоже так же. Вокруг этих мусорных ящиков и заброшенной кошки, собаки там, кого только нет, на людей, на детей набрасываются, кружатся там, питаются там. Чтобы улучшить положение дела, регионы, в том числе и Татарстан, подготовили ряд предложений. Так, еще год назад Рустам Мениханов поручил рассчитать вариант оплату услуг мусорных рекоператоров по фактическому объему отходов. Сейчас в Татарстане бизнес платит по нормативам. Эти тарифы зачастую считают завышенными. Расчеты по поручению президента должны быть завершены к концу этого месяца. Регионы сталкиваются с судебными решениями по отмене региональных нормативов накопления ТКО. Я хочу сказать, что нормативы устанавливаются профессиональными организациями, имеющие лицензию, но, несмотря на это, люди обращаются в суд, юридические лица, и суды принимают решение об отмене, причем по, ну, как сказать, административным, там, нарушению каких-то регламентов, замеров. Еще один нерешенный вопрос, где вердикт должен поставить в федеральный центр, кто должен отвечать за содержание контейнерных площадок, региональный оператор или органы местного самоуправления. Мы полностью разделяем позиции Татарстана и также высказывали неоднократно это предложение, должен быть один хозяин у контейнерной площадки. Нельзя делить, это наше, это ваше. Поэтому практика уже показывает, надо сделать так, чтобы обязанности и по приобретению контейнеров, и ответственность за контейнерной площадки лежала на рек операторов. Мы полностью согласны. Для дачников и частного сектора нужно определить, считать ли ботву, ветки или ству твердыми коммунальными отходами. Сегодня у федеральных Минстроя и Минприроды по этому поводу мнения разнятся. Поэтому также нужно внести ясность. Очень правильно и конструктивно сегодня произошло обсуждение вопроса в обращении с твердыми коммунальными отходами, которые являются очень важными и действительно очень волнуют людей. Свои предложения законодатели по Волжии адресовали своим коллегам из Госдумы и правительства страны. Также резюмировали, нужно продолжать модернизацию мусорной инфраструктуры и повышать экологическую культуру. Дмитрий Аринин, Вадим Маларионов, ТНВ, Казань.